Всем огромный привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео мы с вами будем готовить мега-супер-вкусную капусту. Я вам расскажу свой такой довольно легкий, простой рецепт моего самого-самого любимого гарнира из этого мега-тишевого овоща. Обожаю серьезно и с рыбой, и с мясом, и просто так, потому что я капусту делаю вместе с яйцом. Добавляю довольно много яйца, и при этом при всем у нас получается, что и овощи, и довольно такое нормальное количество белка у нас также попадает к нам в организм. Поэтому, в принципе, это не только гарнир, но и может служить как основным блюдом, если вы добавите немножечко побольше яиц. Сегодня у меня их будет аж 5 штук, но и скажу вам сразу, что качанчик у меня довольно такой немаленький. Конечно же, перед приготовлением мы его хорошенечко помоем и уберем всякие вот такие некрасивости. Посмотрим, кстати, сколько влезет у меня в мою огромную сковороду. И я не буду использовать кочерюшку, потому что говорят, что в ней сосредоточено все самое вредное, все некраты. Довольно часто покупаю уже шинкованную. Конечно, она стоит в несколько раз дороже. Ну и здесь, конечно, все зависит от вашего бюджета и от вашего настроения. Ну и, конечно же, в конце концов, вы можете порубить капусту не нашинковав ее, а, например, какими-нибудь треугольничками или квадратиками. Вообще-то, до недавнего времени можно сказать, что я капусту не ела практически вообще. И когда мне очень многие подписчики стали писать, что это же тоже ПП, это же тоже полезно, это же тоже не очень дорого, я решила, ну а почему бы и нет, почему бы не придумать какие-то такие рецепты, которые действительно будут дружить друг с другом, какие-то определенные продукты, которые будут дружить друг с другом. И, в общем-то, я такие продукты нашла, а именно капуста дружит вообще со всем, поэтому обязательно ее ешьте. У меня есть огромная сковорода, вообще-то она называется ВОК. Это, честно говоря, я не знаю, это ноунейм, мы брали ее просто в обычном магазине, так что большое количество вопросов, что это за сковородка, но, к сожалению, я не могу вам ответить. Здесь очень удобно есть ручка, чтобы там перемешивать что-нибудь. Часто я здесь готовлю у Саши, например, какую-то свинину по азиатски, вообще, я думаю, что вы знаете, что азиаты вообще очень любят что-то готовить в ВОКе. И сюда я добавлю небольшое количество масла авокадо. Я, в принципе, вообще за то, чтобы у каждого дома было масло авокадо, потому что оно одно из самых термоустойчивых. Это значит, что на нем можно жарить, на нем можно тушить что-то. Я добавлю буквально чуть-чуть, скорее просто для некоторой такой сливочности. Еще, кстати, очень хорошее масло ги, которое есть у меня также, но вот я в основном использую всегда для сковородок немножечко, буквально одну столовую ложку. И нам нужно его, естественно, немножечко нагреть. Кстати говоря, если у вас нет такой большой сковородки, ничего страшного, вы просто можете дозировать капусту, то есть добавлять ее, то есть сначала она протушится, естественно, ужарится, и потом затем добавлять уже еще, еще и еще. И я добавляю капусту. У меня, наверное, она вся даже влезет. Вообще обожаю эту сковородку, обязательно купите, если у вас еще нету. Потому что действительно безумно удобно на ней что-то тушить, независимо от того, что это там с мясом, с рыбой. То есть, ну, представляете, да, огромный качан капусты такой у меня сейчас был, он полностью влез на эту сковороду. Немножечко убавляю огонь и накрываю крышкой, которую, кстати, я купила отдельно от этого ВОКа. И она немножечко меньше, чем его диаметр. Никак не могу найти крышку под него конкретно, нужно посмотреть в интернете. И сейчас нам нужно подождать, пока она немножечко осядет. То есть, когда ее уже можно будет перемешать, чтобы она была такая довольно мягкая. И на этом этапе очень важно ее не пересушить, не пережарить, не поджарить, чтобы ни в коем случае она у нас не подгорела. То есть, мы делаем прям маленький-маленький огонь. И просто оставляем ее тушиться примерно минут на 7-10. Конечно же, нужно подходить и следить за тем, чтобы она ни в коем случае у нас не подгорела. Вот она у нас стала прям такой мягенькой. Уже начало поджариваться. Я сделала немножечко побольше огонь. Но подошла вовремя. Все это мы хорошенько перемешиваем. И также накроем крышкой, чтобы то, что у нас было сверху, тоже хорошенько протушилось. Вообще, когда была маленькая, у нас мама довольно часто готовила тушеную капусту. Так что, наверное, любовь к тушеной капусте у меня от моей мамы. Накрываем. Здесь она уже получше прилегает, поэтому сейчас она протушится даже получше. И вы сами поймете, когда уже немножечко начинает обжариваться, тогда нужно будет подходить намного чаще и намного чаще помешивать ее. Для того, чтобы образовалась как раз-таки такая золотистость аппетитная. Кстати, если вы умеете шинковать капусту тонко-тонко, вы просто мой герой. Потому что у меня, честно говоря, на это просто не хватает терпения. На этом этапе я беру соль. У меня всегда либо розовая гималайская, но розовая гималайская у меня в мельничке, я поэтому ее здесь не буду использовать. А это морская соль. Всегда использую только морскую. И хорошенечко перемешиваем. Вообще, я знаю, что некоторые даже добавляют в капусту сахар. Я, честно говоря, даже не представляю, зачем это нужно, если капуста сама по себе очень вкусная. На этом этапе я также буду добавлять томатную пасту. У меня это соус томатный, но, опять же, смотрите, чтобы он был без добавления сахара. Я купила специально без добавления сахара. И теперь постоянно, вот конкретно с ним, я готовлю именно капусту. И получается просто невероятно вкусно. Он такой неуксусный. Вообще, можно даже сюда добавить помидоры или, если у вас есть какой-то кетчуп, например, да, который, опять же, без сахара и без каких-то ужасных добавок. Гвоздика, кориандр, корица, перец красный молотый. То есть, ну вот, уже кое-какие приправы. Если у вас просто томатная паста и без каких-либо приправ, то вы можете просто отдельно добавить приправы. Уже вообще совершенно потрясающий аромат у капусты. Потому что раньше я все время думала, что капусту тушат просто. Знаете, такой потушил капусту, и вроде как все. А тут нет. А еще, если, например, добавить немного уксуса, можно добавить винный уксус, можно добавить обычный яблочный уксус. Ложечку. Поверьте, это будет еще вкуснее. Делаем огонь немного побольше и добавляем небольшое количество воды. Я все время добавляю на глаз. Немного тушим ее еще, и уже в самом конце я буду добавлять яйца. И так же периодически подходим, помешиваем. И выглядаем за тем, как выкипает у нас вода. Нам нужно как раз-таки поймать тот момент, у меня там еще немножечко есть, когда наша водичка полностью, практически выкипит. Оставляем еще минуточек на пять. Все, я готова добавлять сюда яйца. Если вы не едите яйца, вы можете ничего сюда не добавлять. Пробуем на соленость. Но я пойду дальше. И просто добавлю сюда пять целых яиц. Мы просто размешиваем. Зачастую, кстати, похоже я вижу в каких-то что-то типа столовых. Ну, знаете, когда ты ходишь по делам, и тебе нужно срочно поесть, заходишь в какой-нибудь ресторанный дворик торгового центра, и вот я там никогда не беру какие-то бургеры, картошки фри непонятные. Я все-таки стараюсь есть более-менее правильно. И одно из моих самых любимых, это взять, например, какой-то кусок курицы или кусок рыбы. И, например, с какой-то тушеной капустой. Но, опять же, зачастую в этих ресторанах-двориках добавляют туда очень много сливочного масла, сахара. Вы только посмотрите, какая красота и как ее много. Последнее, что нам нужно сделать, это убавить огонь, положить несколько листиков лаврового листа. Вообще, я их еще так немножечко прикрываю, чтобы они, мне кажется, они так больше аромата дают. Накрываем, и через буквально 2-3 минутки можно накладывать и есть эту вкуснятину. Если вы думаете, что вы не любите капусту, я вам очень советую приготовить ее именно так, как делаю ее я. Вы можете использовать любую рыбу, любое мясо, любые морепродукты сюда. Это действительно будет очень полезно, очень вкусно. Давайте становиться лучше, давайте становиться лучше вместе. Я вам всем желаю здоровья, красоты. До следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok